Уважаемые коллеги, примерно 65% больных первичной меланомой кожи – это больные клинические локализованные формы заболевания, то есть без клинических и УЗИ признаков поражения лимфоузлов, то есть когда присутствует только первичная опухоль. У этих больных первый признак прогрессирования заболевания в 50% представляет региональный рецидив лимфатических узлов. Здесь данные показаны одного немецкого крупного исследования, где показано, что региональные рецидивы составляют примерно 50% первых признаков прогрессирования. Проблема заключается в том, что выживаемость при региональном рецидиве катастрофически снижается, и по данным также одного из уважаемых и крупных исследований по меланоме показывает, что она составляет всего 9% в течение 5 лет против 86% у больных без региональных рецидивов. Проблема настолько серьезная, что раньше она решалась проведением рутинной профилактической лимфоденоктомии всем больным. Однако эта операция сопровождается хроническими отеками конечности, впоследствии хроническим болевым синдромом, не говоря уже о таких мелочах, как частичная потеря чувствительности, психологический дискомфорт. И все это у практически 75% больных, которые вообще никакого отношения к региональному метастазу не имеют, так как у них их и просто нет. Поэтому всегда возникает выбор, что делать, добиваться регионального контроля заболевания, либо все-таки избежать ненужных осложнений после лечения. Добавить сюда данные нескольких исследований, которые якобы показали, что профилактическая лимфоденоктомия не улучшает выживаемость пациентов, а также пресловутую экономическую целесообразность, и мы получаем при тактике лечения при клинически локализованной меланоме кожи это истечение, наблюдение и лимфоденоктомия в случае регионарных рецидивов. В этих службах можем задать вопрос, что может дать биопсия сторожевых узлов. Во-первых, определимся, для чего вообще нужна биопсия сторожевых узлов. Это установление истинного статуса регионарных лимфатических узлов. Разрешающая способность метода – это клеточный уровень. Состояние регионарных лимфатических узлов – это самый мощный фактор прогноза. Регионарные рецидивы – это свидетельство о переходе из локализованной фазы в метастатическую, что ведет за собой изменение прогноза, и, соответственно, требует расширения своевременного объема оперативного лечения, безусловного показания к назначению одевантной терапии. Ну и, собственно, сама профилактика регионарных рецидивов. Что же такое сторожевой лимфатический узел? Здесь я на примере подмышечного и пахового лимфатических коллекторов – это лимфоузлы первого порядка, второго, третьего, четвертого и грудной проток – покажем, что такое сторожевой лимфатический узел. Лимфатическая система обладает некоторыми особенностями. Это строгая иерархия пирамиды. Лимфоузлы одного порядка не имеют коллатерали между собой, так же, как и неорганные лимфатические сосуды, просто состоящие из лимфоангионов, не могут пересекаться и анастомозировать друг с другом. Каждый лимфатический узел утилизирует 85% объема содержимого поступающей в него лимфы. Первый узел первого уровня – это органы иммунного надзора за определенным участком быстро делящихся барьерных тканей, то есть кожи и слизистых. А лимфа – это просто средство доставки иммунной информации к лимфоузлу. Поэтому, введя в какой-нибудь участок тела индикатор, мы, соответственно, быстро найдем тот лимфатический узел, который и отвечает за этот участок кожи. Также это может быть в другом месте. И отсюда мы сделаем определение сторожевого узла. Немножко, собственно, сторожевый лимфатический узел по отношению к опухоли – это лимфатический узел первого порядка, осуществляющий иммунный надзор над участком кожи или слизистой, на котором расположена данная опухоль. На практике это выглядит так. Введя радиофарм препарат передуморально-внутрикожно-вокруг меланома кожи, мы легко найдем тот сторожевый лимфатический узел и проведем его биопсию. Также пример меланома кожи бедра. Видно место введения радиофарм препарата, лимфатический узел. На следующем слайде это его биопсия. И на дне раны виден этот сторожевой лимфатический узел. Также еще один пример – это меланома кожи поясничной области, иссеченная удаленная лазером по месту жительства. После введения радиофарм препарата мы видим два самостоятельных лимфатических сосуда, оканчиваясь в двух лимфоузлах самостоятельных сторожевых правой подмышечной области и, собственно, биопсия сторожевых узлов уже исследования после операции метка для патоморфологов. Также сторожевой лимфатический узел, оказывается, часто может быть не там, где мы и предполагали. Например, меланома кожи левой поясничной области, преимущественно на ток лимфоиндикатора в правую подмышечную область. Также локтевые лимфоузлы, подколенные лимфоузлы, в данном случае, технически какие дела, биопсия подколенного лимфоузла. Также вроде бы на планарной лимфосцентографии мы видим, что лимфатический узел расположен как положено в левой подмышечной области. Однако на боковом скане мы видим, что он расположен совсем не там. Это помогает выяснить аффект КТ. Лимфатический сторожевой узел расположен в жировой клетчатке правой лопаточной области, и здесь его биопсия показана. Также достаточно тривиальная ситуация. Меланома кожи левой ягодичной области. Лимфоузлы вроде расположены где положено, но посмотрите, как они высоко над паховой складкой, практически на уровне верхней ости. И ни одна профилактическая лимфоаденоктомия не захватит этот узел в объем операции. Здесь эффект через 6 месяцев, через 6 лет наблюдения. Также особая трудность в биопсии сторожевых узлах – это голова и шея. Очень близкое расположение как самого очага, сложность лимфатических коллекторов. И в данном случае без аффект КТ нам не обойтись. В данном клиническом случае традиционной операцией была бы верхней шейной лимфодиссекция. Однако мы видим, что лимфатический узел расположен на ключичной области. На данном слайде представлена сама, где была опухоль и разрез под биопсию сторожевого узла. Также меланома кожи лица. Это уже без аффект КТ не обойтись. Здесь на фотографии вы видите уже выполнена ромбовидная пластика и разрез подчелюстного лимфоузла и сам лимфатический узел под контролем гамма-детектором. Также методика может быть выполнена при отсутствии опухоль, то есть когда опухоль была иссечена ранее где-то в другом месте. Мы вводим вокруг рубца препараты, видим расположение лимфоузлов, выполняем его биопсию. Также женщина, у которой по месту жительственного убрана меланома Т4Б, но высокий риск поражения лимфоузлов. И была выполнена биопсия сторожевых узлов в виде надключичный, подмышечный узел. Также вот он надключичный и темненький подмышечный узел. При морфологическом исследовании там метастаз меланомы и также еще один метастаз после последующей лимфоденектомии. И вообще в этой группе лимфатический узел, частота поражения у каждого четвертого пациента. С ранее иссеченной меланомой был зафиксирован. Это сами метастазы, видно, насколько они малы, насколько сильна разрешающая способность метода. Буквально несколько десятков клеток можно выявить поражение. Здесь слайд показывает, что закономерная зависимость от толщины опухоли, к инвазии опухоли, наличия изъязвления. И чем меньше лимфоидная инфильтрация, то есть тем меньше реагирует иммунная система, тем выше частота поражения. А здесь то, что имеется при обычной тактике иссечения и наблюдения. 20% рецидивов у больных – это профилактическая лимфоаденектомия. Только в 11% случаев мы удаляем те лимфоузлы, которые поражены. Остальные манифестируют рецидивами. Это из-за того, что не выбирается не тот коллектор для удаления. И это группа биопсии сторожевых лимфатических узлов. Здесь мы видим, что 21% мы забираем. И только в 3% случаев рецидивы при отрицательных сторожевых узлах, что, скорее всего, связаны с особенностью меланомы, с истрентранзиторным метастазированным свойством и прочими особенностями. А здесь показана выживаемость. Это группа биопсии сторожевых узлов, профилактической лимфоаденектомии, иссечения и наблюдения. При том, что группы сравнимы как по стадиям, без статистически значимых различий между собой, по Т2, Т3 и Т4. И статистически значимые различия по выживаемости в группе биопсии сторожевых узлов. Ну и, соответственно, заключение, что высокоэффективный метод рекомендуется всем больным локализованной меланомой кожи, а при опухоли толще 2 мм должна выполняться в обязательном порядке. Можно выполнять с применением отечественных радиофармпрепаратов и оборудования. Одинаково и эффективно может быть выполнено по срочной сроке после пересечения первичной опухоли. Ну и, соответственно, улучшает качество жизни больных. Спасибо за внимание. Спасибо. Вы уложились ровно в 10 минут.